Всем привет! Сегодня хочу ответить на такой интересный вопрос. Перебираю мужчинами и никак не могу выбрать, уже устала от свидания. Знаете, нам очень сложно выбрать то, в чем мы не разбираемся, чего мы не знаем, чего мы хотим. То есть мы не понимаем, какие критерии нам нужны, чтобы нас удовлетворило. Поэтому мы ходим, перебираем, переобираем, перебираем. А бывает, еще и ходим не туда. Ну, к примеру, знаете, вот сейчас приведу пример с одеждой. То есть мы приходим в какой-то магазин, начинаем перебирать, перебирать, перебирать. Продавец подходит, спрашивает, что вы ищете? Мы типа смотрим, а что мы тут смотрим, что мы тут ищем, что нам нужно. Одно дело, когда мы заходим в магазин, и нам нужна, например, футболка. И мы уже знаем, то есть, согласитесь, намного легче выбрать пример. Вот я там хочу сейчас, пришла образ такой, да, там черная футболка. Я захожу в магазин один, другой, например, и смотрю, какие есть черные футболки. Есть шансы у меня найти в каких-то магазинах черную футболку? Конечно же, да. Когда я просто захожу с магазина в магазин, и просто хожу в поиске чего-то, что вроде и как бы мне понравится или меня удовлетворит, я могу обойти все магазины. Через какое-то время я действительно устану ходить по магазинам, мне уже ничего не захочется. На свиданиях и в отношениях точно так же, если мы не знаем, что мы ищем, если мы не знаем, чего мы хотим, если мы не понимаем, какой должен быть человек, чтобы нам с ним было хорошо, комфортно, нам удовлетворяло наше общение и наши отношения. То есть нет четких критериев, нет четкого понимания, что я хочу. И бывает еще такое, что мы зашли, например, в один магазин, ну, к примеру, не знаю, зашли в спортивный магазин, а ищем там больное платье. Или зашли, наоборот, в магазин платьев и ищем там спортивный костюм или классический какой-то костюм строгий. И, естественно, мы там этого найти не можем. Поэтому посмотрите на то, что вы делаете. То есть есть ли у вас четкие критерии, знаете ли вы, чего вы хотите, туда ли вы ходите за тем, что вам нужно. И если вы не знаете, как определить эти критерии, да, то, скорее всего, вы очень мало знакомы с собой. Для этого есть достаточное количество техник, практик для знакомства с собой. Одна элементарная, это даже вот сделайте такой вот анализ, именно как раз вот для девушек, кто уже прошел много свиданий, да, сделайте анализ и обратите внимание на то, что не понравилось, что было не для вас, какие критерии есть в мужчинах, которые вам не нравятся. Соберите этот список. Через какое-то время, вы можете несколько дней пособирать, через какое-то время сделайте противоположный список. А было же что-то, что нравилось? А зацепил ли хоть один какой-то критерий, что вы же все-таки пошли на свидание с этим человеком, да? Вы же все-таки провели эти свидания, значит, ну хоть что-то было, что нравилось. Поэтому вы пишите те критерии, которые вам нравятся, то есть те черты характера, то поведение, может быть, голос, может быть, манера общения, может быть, как-то по-особенному ухаживал, может быть, элементарно вы зашли, пили чай, и он во время общения постоянно ухаживал и подливал вам чай, да? Или когда вы подошли к столику, он отодвинул стул, или еще что-то. Обратите внимание, что было важно, что ценно, потому что очень часто наш мозг устроен так, что мы в первую очередь видим то, что нам не нравится, то, к чему мы придираемся. Выписывайте это в первую очередь, а потом начните со списка, что нравится, чего хотите. Когда вы пишете из своего опыта, можете посмотреть на мир. Возможно, вы смотрите какие-то фильмы, и в этих фильмах что-то вас может зацепить, вам что-то может понравиться в поведении мужчины, в проявлении мужчины. Запишите себе. Возможно, вам, даже, например, подруга вам делится каким-то своим опытом, что-то рассказывает, и вы такая, о, мне тоже так нравится, я тоже так хочу. И записывайте, то есть соберите вот некий такой список, а что нравится, что для вас, а как вы хотите, чтобы было. И через время из этого списка выберите порядки 10 критериев, а важных сделайте примерно до 7 таких важных значимых. И уже с этим списком можно идти тогда в поиски, то есть тогда можно уже чётко понимать, даже во время общения, переписки, знакомства какого-то первичного, уже можно понимать, есть ли смысл идти на свидание, есть хотя бы что-то похожее на то, чего я ищу, чтобы понимать, тратить время на это свидание или нет. И знакомиться, и как раз чётко понимать, вот мир, я в поиске вот такого, вот такого, вот такого человека. Я хочу с ним пробовать строить отношения. Помоги, да, то есть и сначала можно обращать внимание хотя бы на одно качество, потом на два качества, потом на три качества. То есть искать, пока вы не встретите того человека, который будет максимально по критериям, по ценностям соответствовать то, чего вы хотите. И тогда вот этот сам поиск и сам выбор будет доставлять удовольствие. Потому что когда мы знаем, чего мы хотим, и мы там зашли, там померили, присмотрелись, тут померили, присмотрелись, нам начинает это доставлять удовольствие, потому что у нас есть чёткое понимание, что хочу, что нужно, что важно. И мы начинаем примерять, тогда появляется ещё интерес. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мои соцсети. Я отвечаю на вопросы своих клиентов или подписчиков, которые пишут мне в Дир. У вас также есть возможность, если у вас есть какой-то вопрос, который для вас значим, важен и вас интересует, вы можете написать мне в соцсетях, в сообщениях, в ссылке на мои соцсети под этим видео, поэтому переходите, можете также подписаться на мои соцсети и читать ещё и посты, если вам нравится слушать меня. До скорых встреч, пока-пока!